Бесплатно и с нуля на такой непростой, но очень интересный эксперимент пошли представители Брестского местного фонда регионального развития, открывая проект Women Tech Hub. Выбранная аудитория девушки в возрасте до 25 лет, желающие заниматься IT-проектами, но не знающие с чего начать. Порядка полугода длилось обучение, представительницы прекрасной половины побывали на стажировках в крупных компаниях и сегодня готовы озвучить свои итоги в этой инициативе. Мы в начале своего проекта получили 160 заявок, 120 девушек пришло на входное тестирование, чтобы участвовать в проекте, после чего по баллам прошло 60 участниц, было сформировано 4 группы для обучения IT-навыкам, IT-языкам. И все 5 месяцев мы учили языки программирования под руководством преподавателей из технического университета, в результате чего мы получили на выходе образованных девушек. Удобство проекта Women Tech Hub заключалось в его оптимальности и открытости, минимум ненужной информации, максимум практики и общения. Это было видно и в рамках заключительной встречи, когда общение не прекращалось даже в перерывах. Программа прошла успешно и есть большая группа девушек, которые получили возможность сделать какие-то свои первые шаги в карьеру, в IT-сфере. Если говорить о каких-то на сегодняшний день ограничениях, не знаю, насколько уместно это так говорить, на мой взгляд никаких ограничений нет. И каждая девушка, которая чувствует в себе желание работать в IT-сфере, может смело действовать и понимать, что все зависит только от нее. Ни одного работодателя, я уверена, нет предупреждений, девушка или молодой человек. В нашей компании WarageSoft работает большое количество девушек. Вот каждая специальность, которая только есть, разработчики, проект-менеджеры, бизнес-аналитики, тестировщики, на каждой позиции есть девушки и не по одной. И мы прекрасно понимаем то, что нет никакого ограничения даже в возможностях или еще в чем-то. Девушки работают кропотливее порой и даже мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда они помогают молодым людям. Сегодня представители Брестского местного фонда регионального развития задумываются над тем, чтобы расширить этот проект, увеличить возрастной ценз и сделать IT-образование более доступным. К слову, инициатив у них еще очень много. Подробную информацию о них можно найти на сайте учреждения.